Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и сегодня у нас в программе наши любимые пакцы с кумирами, в которых, кстати, в последнее время мне везет. И сегодняшний ролик не стал исключением, поймал, наверное, одну из самых лучших карточек в этой части FIFA. Как вы знаете, из последних видеороликов у меня появился еще один аккаунт, это значит, что вы сегодня увидите сразу 4 сборщики на кумира. Плюс покажу вам большие пакцы в магазинах, там по 600 тысяч, по 500 тысяч. Ну, в общем-то, вы без меня знаете, что контент у меня всегда максимально грандиознейший, поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем приятного чаепития, кто ест, приятного аппетита. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах, это мои лучшие друзья из компании Пари. У них на сайте вы можете найти спортивные события на любой вкус, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ну и самое главное, у них новая акция 20-24. Пасочки в закрепленном комментарии, вы можете забрать фрибетик и кайфануть. А если вам нужна, друзья, новая EFC, различные новиночки, подписчики на все, что в душе угодно, ссылка на мой личный сайт также будет в описании. Так, ребята, что это за наборы в магазинах? Вы посмотрите. В каждом паке есть по 3 гаранта Джокера, оба мы их вскроем. Давайте начнем вот с этого пака, 3000 поинтов. Открываем. Что-нибудь невероятное. Так, это Кобель, скорее всего, да? За Кобелем у нас скрывается Харикане. 6 дубликатов. Так, Ламелла, Бейкер. Какое говно. Рабье и Закария, вау. Вот это невероятно. Так, друзья, пак за 4000 поинтов. 3 гарант Джокера, 87+, и 11 редких, 88. Ну, как будто бы меня наебали, да, друзья? Сколько он стоит? 300 тысяч. Ну, что-то стоит каких-то денег. Может быть, даже и поставлю его в основу. Паки сэвлю на команду года. У меня тут куча всяких прекрасных паков. Короче, 83x10, x20, 584, 285, и парочку даже 87 есть. Вот, я это все трогать не буду. Так, в общем-то, такой составчик у меня на этом аккаунте. Давно он не прогрессировал. Я думаю, что настало время. Плашечка выезжает. Сейчас пытаемся что-нибудь поймать. Так, 84 физуха. 92 защита. Блядь, ну это уже кал какой-то, судя по всему. Это Неста. Первый кумир не очень. Второй. Так, 60 физуха. Если дриблинг больше 90. Опа, 91. Так, вот это вот номинатно. На что-то хорошее. Передачи 90. А вот удары говно. Собственно, как и пейс. Какой-нибудь баджо, может быть. На это баджо, сука. Стена. И третий. Третий кумир. 86, 85. Дриблинг, отстой. О! А вот это, ребята, я его статы узнаю из тысячи. Это Роберто Карлос. Хорош. Роберто Карлос, это заебись. Не? Ребята. Первая вышка. Первая вышка. И сразу же. Сразу же на первом аккаунте падает вышка. Роберто Карлос. Welcome to my club, как говорится. Так, ну слушайте, на этом аккаунте повезло. Роберто Карлос за 800 тысяч. Это отлично. Может, как-то его можно будет на ЦП перестраивать. Давайте, мы на втором аккаунте, который я создал недавно. Выглядит он вот так вот. Прекрасные ребята здесь падают. Очень потенциальный. Гаву, уже ноля. Но есть к чему стремиться. Так, 63 физуха. Это сразу говорит нам о том, что это нападающие. Дриблинг больше 90. Ровно 90. Так, передача 88. Удары давайте больше 90. Блядь, что это за говно? Лаудруб. Здравствуйте. Так, вторая карта. Физуха 78. Это тоже в нападении. Голова 89. Больно. Блядь, дриблинг 83. Ну, это вообще... Блядь. Кошмар. Ужас. И третья карта. Физуха 72. Удар головой 90. Дриблинг не пределом мечтаний. Блядь, Санчес. Че мне, теперь два мексиканца в атаке будут бегать? Что это такое? Ну что, мы на моем третьем аккаунте. На бездонатном. Где мне сыпет люто Барселона. Вот так вот выглядит сквад. Чего-нибудь в защиту хочу. Ох, ребята, чувствую, что-то невероятное упало. Мне сегодня приснется, как будто мне пиле упало. Так, 83. Физуха. Блядь. Восемьдесят девять дрибла. Восемьдесят три передачи. Восемьдесят пять ударов. Нет, я как-то... Кажется, я ошибся. Это Барнс, блядь. Вторая карта. Восемьдесят восемьдесят физуха. Ну, это вообще забей Габелла. Что-то прям лютое. Принц. Принцесса нам упала. Которая якобы на втором этаже прекрасно играет. Блядь, что за хуёвые карты? Где что-нибудь нормальное? Семьдесят три физуха. Ну, вот это вот разъёб. Ребята, чекайте. Ну, вот оно, ребята. Вы понимаете? Семьдесят три физуха. Плюс девяносто три дриблинг. Что же это? Я в чат не смотрю. Наверняка кто-то там уже догадался. Передача девяносто. Удары девяносто один. Ой-ой-ой-ой, ребята. Это что-то суперсильное. Блядь. Блядь, скорость не подведи. Девяносто. Ну, это по-любому топ же. Это ж не может быть говном каким-то. Это невероятные статы. Что по игровым стилям? Подождите. Ребята, кажется, я знаю, кто это. Это изящный Йохан Кройв залетает на мой бездонатный аккаунт. Блядь, сколько я терпел. Сколько я терпел. Этот ебучий бездонатный аккаунт. Ни одного играбельного кулира не было. Андрюха СНГ. Чтобы каждый его аккаунт был лайкерным. А, Хейн Ок. 200 рублей. Спасибо большое. Я уж постараюсь. Я уж постараюсь. Спасибо. Да, ребята, это же Барселона снова. Смотрите у меня сколько игроков в Барса. Блядь, ну реально. Это вот первая карточка на бездонатке, которая прям вау. Да, тут был Шмейхель. Был Канавару. Был Асмит. Но это все не то. Не было вот прям хорошего уровня. И тут, наконец-таки, топовая карточка. Как вам такое, друзья? Мистер Кройф зашел ко мне на огонечек. Я, кстати, в тот же день пошел тестировать Кройфа. Прям на стриме. И вы знаете. Первое время казалось, что что-то с этой карточкой не так. Реализован как-то сомнительно. Но потом отыграл за него Уикенд Лигу. Назабивал кучу красивых голов. Не могу сказать, что это карточка прям топового уровня. За Кройфа я, как вы понимаете, впервые играл в этой части EFC. И дико-дико кайфанул. Но на очереди в следующие аккаунты. Ну что, добрались мы до больших паков. Пак за 3000 понтов. Да, это все наши промики, ребята. Нормально, бля? Что в дубликатах? В дубликатах? Полный пиздец, блядь. Что мы с этим всем сейчас делать? Надо будет думать. Так, ну что, собрали. И на моем лакерном аккаунте кумира. Давайте на разогревчик. Три тотва. Может быть, Мбаппе зайдет на огонек. Так, Бакуни это не Мбаппе. Даже близко. Второй пик. Открываем. Демарк с 85 рейтинг. Забираем. И третий пик тотва. 86 рейтинг пойдет. Ну, по составу вы и так видели, что у меня все максимально забито. Я не знаю, что мне должно упасть. Что это такое ни хера себе. Это основа. Может быть, какой-нибудь ПЗшника по типу Кафу. Но на прошлом аккаунте без донат там кровь упал. Наконец-таки там завезло. Я уже как бы доволен. Ну, и на этом аккаунте было бы неплохо что-нибудь поймать. Роналдинь и удар молнии. Было бы неплохо, да. Если у меня сегодняшний пиле упал. Что-то в вещество. Так. Физуха 86. Это уже говорит о том, что вряд ли это что-то интересное. 86 защита. 78 дриблинг. Это какое-то дерьмо. Макелеле. Да. Это дерьмо. Вторая карта. 83 физуха. 83 защита. Это Швайнштагер. Я его. Статы знаю. Бля. И последняя карта. Ёшки. 77 физуха. 46 защита. 89 дриблинг. Ну, это какая-нибудь Смит. Я не знаю. Бля. Я ее статы наизусть уже тоже выучил. Да. Ну, и херня, конечно, мне упала. Бля. Ну, это Смит реально на каждом аккаунте мне прислил. Так. Ну, и пак за 600 ка у нас остался. Открываем. 4000 поинтов. Пожалуйста. Флаги. Норвегия. Форвард. Так. Это Холланд. Спасибо. Когда-то он был актуален, но не сейчас. А что за Холланда? Что за Холланда меня ждет? Что меня ждет за Холланда? Это кто, блядь? Вот я про что и говорю. 87 плюс и падает 87. Что внутри? Что внутри? Оп. А внутри ничего. Внутри ничего. Как неожиданно, да? Как неожиданно. Что? Ну, это действительно ультра наеб. Блядь. Вот такой вот, друзья, дроп получился у меня с этими кумирочками. Кстати, их уже перевыпустили. А это значит, что если мы оперативно наберем под этим видеороликом 6666 лайков, следующая партия пиков не оставит вас долго ждать. Все, друзья, благодарю всех за просмотр. С вами был я, Пандос FX. И вообще, оставляйте лукасы, классные комментарии. Первые 250 лайков, как вы знаете. И всем прекраснейшего настроения. Джолка Ко.